Весны, утешителю души истинны, И же везде, если и вся исполняет Сокровище благих и жизни подателю, Приди все веселны, И очистены от всяких скверных, И спаси благослови души наши. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь, Аминь. Евангелие от Марфея, 5 глава, 13 стих. Вы, соль земли, если же соль потеряет силу, То чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Толкование. Пророки посылались к какому-нибудь одному народу, А вы, соль для всей земли, Исправляющая беспутных учениям и обличениями, Дабы они не порождали непрестанно червей. Посему не оставляйте горьких обличений, Хотя бы ненавидели и стали гнать вас. Если учитель потеряет ум, То есть, если не будет учить, Обличать и исправлять, и разлениться, То чем исправиться? Он должен быть лишен учительского сана И подвергнут презрению. И вот на эти слова блаженного фифилакта Игнать Тихонич Лапкин дает комментарий На сегодняшний день. Горькими обличениями называется то, Что причиняет гость, обиду, Затрагивает оскорбленное самолюбие. Не случайно Слово Божие называется Мечом обоюдоострым, Которым можно и рассекать, И поразить самого себя. В Откровении Иоанна Богослова говорится, Откровение 6.6 Елея же и вина не повреждай. Елеем называется то слово, Которое умягчает кротость увещаний. Вином же называется строгость обличений. Проповедующий, решившийся нести Слово Божие, Не должен повреждать свойства Слова Божия, Взирая на лица. То есть, в большинстве случаев Обличительные и грозные слова говорят К нижестоящим, А к вышестоящим, имеющим власть, Говорят слова ласкательства. Говорить обличительное слово По отношению к имеющему власть умерщвлять, Кто способен на это? Библия показывает нам, Каких героев веры, Бесстрашных обличителей, Пророк Иеремия, Первомученик Стефан, Апостол Павел. Жития святых показывают нам Много подобных примеров, Как Иоанн Златоуст, Феодор Студит, Максим Исповедник, Исаакий Далматский, Митрополит Филипп. Нас более всего интересует Обличительное слово к правителям России. И здесь мы можем задать вопросы. Почему церковь была так бедна Бесстрашными обличителями В адрес царей, патриархов, епископов? Громили тех, против кого шла Государственная власть, Говорили об общем, низком, Духовном уровне. Но чтобы конкретно к царям, Как Иоанн Златоуст против Эвдокси, Как Илья против Ахава, Этого не было никогда. Почему? Блаженный Фефилакт обращается Не только к стоящим за церковной кафедрой, Но ко всем вообще. Не оставляйте горьких обличений, Хотя бы ненавидели и стали гнать вас. Более всего, конечно же, Это касается священнослужителей. Разве патриарх не видит, Что сделали правители и кривители Со всем народом? Как обокрали его, Как уничтожается нравственность. Почему? Ни в одной речи он не обличает президента, Правительства, епископов. И опять цитата по Фефилактам. Если учитель потеряет ум, То есть, если не будет учить, Обличать и исправлять, и разлениться, То чем исправиться? Если нет обличения, Значит, невозможно ждать и исправления. Златоуст называет обличения Скальпелем хирурга, Прижиганием, отсечением. Оставляющие горькие обличения Обрекают не только свою пасту, Но и всю страну на гниение. И как потерявшие ум Заботятся о каких-то диссертациях, Богословских званиях. Где эти уроки обличения для семинаристов? В какой предмет они заложены? Чтобы обличать и исправлять кого-то, Нужно знать отступление того, Кого обличаешь, И в чем он отступает от заповедей Божьих. Это изречение Фефилакта Должно быть сегодня вывешено В виде плаката во всех храмах. Не оставляйте горьких обличений. Если учитель потеряет ум, То есть, если не будет учить, Обличать и исправлять, И разлениться, То чем исправиться? В который раз повторяются Эти слова Фефилакта. Ну что тут? Все стоит на том же и с места. Нет горьких обличений, Нет исправления. А почему? Вопрос остается открытым. А почему? Обличающий наживет себе пятно. Ну и что значит пятно? То есть, ну вот, Гнать его будут, Поносить, Да иди ты, Надоем ты со своими проповедями уже. Вот, и лишний раз Ты человека обличить уже и подумаешь. А стоит его обличать-то? Стоит ли на рану соль присыпать? Есть песня такая, Не сыпь мне соль на рану. А здесь, Сначала, начинал, 13 стих. Христос говорит своим Особо словам, Вы соль. А соль, что она делает? Съедает червей, Прижигает. То есть, Это и есть обличие, А если соль потеряет силу, А зачем она нужна? Засолили мы помидоры На зиму Или мясо Пересолили Что еще там засолили? Сало Открыли холодильник, Оно протухло Потому что соль не имеет силу, Она не убивает червей. Нет, Но без холодильника, брат, Никакого холодильника не открывали. Да, да, да. Открыли крышку, А там Холодильник Оно сохранится Да, Да, и без соли В холодильнике Долго не пролежит. Если в морозил, То есть Ну, это же по тем временам Все было. Без соли Никуда, Никуда без соли. Никак. Тогда пересуни Не пускали, наверное, Все так что В Погребах. Я видел, Есть такое племя Туареги. Они посреди Сахары живут. А еще То есть Считаются они Самые выносливые люди. Они на верблюдах. Кстати, Вот Для меня прям как Ножом по сердцу было. Я узнал, что Туареги Мусульмане. Куда добрались Мусульмане? До Сахары. Забрались в Сахару. Они были Хорошие язычники Нормальные такие. Ну, поклонялись Там богам, колдуны Там ведьмы у них Все есть до сих пор. Но Пришли мусульмане. Они взяли мусульманство. Сейчас молятся Правда у них Колдуны и ведьмы все остались. Пляски их остались там. А мусульманство пришло. И вот они Огромные караваны Собирают И там Зерно Там Мука Везут Вот в этот Оазис Который посреди Сахары Самое жаркое место. Но там Близко Где-то Подходит Вода И там Есть Небольшой Такой островок Несколько Километров На километров И там Финики Одни Финики И прямо На поверхность Вода Выходит Там Сотни колодцев У людей Прорылить Ну потому что Копни И вот вода уже В Сахаре Чтоб докопаться До воды Это немыслимо Это там Специальные поиски Верблюды Специальные Они их водят Верблюд остановился Начинает Ноздрями Копытом Они начинают Копать Чем Интересны Эти люди Да И вот они И они Вот эти люди Они добывают Соль Там Также есть Солончаки И эта соль Все время Из-под земли Выходит Они ее Заливают водой Эту соль Прям в Сахаре В Сахаре Да Это вот Одно такое племя И с давних веков Тысячелетия Вот эти вот Туарыги Ходят через пустыню Сейчас скажу Сколько Два месяца Они идут на верблюдок В это племя И у них меняют На пшеницу Там Ну на чего У тех там На дне финики И это И соль Больше ничего нет И воды много Воды вот именно В этом месте Прям И показывают Прям они подходят И говорят Вот этот Азис И там вот так все И показывают Как соли не добывают Прям голыми руками Все Язвы у них От этого И вот Ты сказал как раз О пустыне И соли Может кто не знает Я слышал Что в первую очередь Человеку необходимо В пустыне Чтобы не умереть Все там Вода Вот сестра Сказала Соль Зачем Соль В пустыне Держи Выпьешь Она держит влагу Что? Она жидкость задерживает Она впитывает Вологу Она задерживает Внутри Жидкость Соль И жидкость И человек Тогда Дольше проживет А если соли Не кушать В пустыне Вся влага Выйдет С потом И человек Умрет От обезвоживания Важная вещь Соль Да Жизнь дает Она Вот Соль дает жизнь Но Если соль Потеряет силу И тут нам толковать Что это такое? Обленится Учитель обленится Перестанет Обличать Просто лень Ну и вторая причина Что вот Отношения не испортить Ему же обидно Будет Когда Тыкают носом Его грехи Кому что понравится Вот Поэтому Тут есть еще место писания Братья Если впадет человек В какое согрешение Вы духовные Исправляйте Такового В духе кротости Наблюдая Каждый за собой Чтобы не быть искушенным Галатом 6.1 И вот Делать это Конечно Нужно Не пересолить Когда Пересолишь Переобличает Это человека Раздражает И он тогда Приводит Вот это место А вы В духе кротости Пожалуйста Обличайте Иначе Мне обидно И поэтому Солью понятно все Вопросов нет Дети Апостолы Соль земли Почему Соль Как ты поняла Что в ней такого Полезного Полезного Соль Добрая вещь Соль Добрая вещь Да Я всегда Когда я тихо Чую говорю Когда он говорит Солюки меньше В 4 раза У меня Солененького Ну Ну Соль полезна Тем Что Да Попробуй Сохранить вкус Сохранить Все продукты Сравнивать С этим То что Человек Солен Он начал Сохранить Сам себе Сохранять И помогать Другим Сохранить Сохранить что? Вот апостолов Назвали Соль веры Сохранить человека От чего Господь Нас сохраняет И спасает От греха От смерти Именно так А как спасти Человека От греха Что его нужно делать В первую очередь Обличать Обличать Да Чтобы человек Понимал Устыжать Что он делает Некравильно Что он дано Боевого вага Понятно Добрый день Идем дальше Молодец Идет Теперь еще С кем сравнивает Христос Апостолов Читаем 14 стих 5 глава Вы Свет мира Не может укрыться Город Стоящий Наверху Горы Толкование Сперва Соль Потом Свет Учение Сначала Неприятно Потому что Обличает Человека Но потом Оно делается Утешительным Ибо Просвещает Ум его Кто Обнаруживает Дело Мое Дело Дело Ему Втайне Тот Есть Свет Мира Читаем 5 13 Все Вы Все же Обнаруживаемое Делается Явным От Света Ибо Все Делающееся Явным Есть Свет Есть Апостолы Просвещали Не один Народ Но Весь Мир Так Получает Их Подвязаться И быть Внимательными К своей Жизни Ибо На них Будут Смотреть Все Не Думайте Говорит Он Что Вы Будете Укрываться В каком Нибудь Углу Нет Вы Будете На Виду У всех А потому Старайтесь Жить Непорочно Дабы Не Сделаться Соблазном Для Других Вот То есть Свет Это Не только Просвещать Но и Быть У всех На Виду Тоже Как Слово Божие Меч Обою До Острые Можно И себя Поранить И Другого Обличить Также И Свет Им Можно Просветить Самому От Свет От Свет Если Крэда Увидят Твои Грехи Вот Батюшка Сегодня Говорил Что Почему Христианам Не Верят А Вы Говорите Это Хорошо Что Жизнь Загробная Что Надо Жертвовать Больше Что Себе Замки Такие Построили Что Вы Здесь На Земле Вечно Собираетесь Не Сходится Слово Сделано Дела Обнаруживаем Их То есть Они Не Сходятся С Учением Вы Говорите Что Жизнь Временна Что Нужно Стремиться В Небо Не Собирать Себя Закровища На Небе А Сами Такие Коттежи Отстроили Дома Замки Мальновика Поэтому Язычники Не Верят И Христос Говорил Насчет Фарисеев По делам Вы Не Поступайте Ибо Они Говорят Но Не Делают Но Все Что Они Говорят Вы Делайте То есть Они Учат Правильно А Сами Палец Не Ударят Поэтому Они Говорят Что Вы Делайте Ветхий Завет Что Они Говорили Не Убей Не Укради Все Это Соблюдайте А Ветхий Завет Уже Понятно То есть Не Только За Другими Подглядывать Фонариком Но На Себя В Первую Очередь Как Ты Живешь И Вот Дальше Он Продолжает И Зажегши Свечу 15 Стих Не Ставят Ее Под Сосудом Но На Подсвечнике И Светит Всем В доме Толкование Я Говори Зажег В вас Благодатный Свет И Поставил На Высоте Дабы Вы Светили Всем Чтобы Этот Свет Благодати Не Погас Вас И Чтобы Свет Вашей Жизни Светил И Другим Это Дело Вашего Подвига Не Сказал Вы Показываете Свою Добродетелю Это нехорошо Чемпионат Многожонец Она Уснежена На стороне Еще Пять У него Ходит В церковь Очищается Исповедуется Прилюбодеянная И Все Тайная Станет Я Хотел Просто Для Нашего Примера Сказать Вот Здесь Вот У Нас В Этой Двухэтажке Жили Мусульмане И Они Всегда Здоровались С нами Когда Мы С Мариной Проходили И У Них Две Девчонки Были Пацан Такой Побольше И Когда Проходили Они Все Подбегали И Здоровались Значит Не Как Дети Бывают Русские Здороваются Бегут Как Безумные Там Аж Могут Воткнуться В тебя А Ручила А Они Подбегали Если Игрались Останавливались Вот Так Вот И Здоровались Здравствуйте Здравствуйте Вот Так Все Время Головой Спощением Вот Идут Наши Дети Наши Дети Никто Не Поздоровается Ну Я Уж Специально Жду Ну Проходит Мимо Идет 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 Я Так Кто-то Идет Нездоровается Не Поздоровается Сейчас Так И уйдет И не Поздоровается Че ты Сама Не Здороваешься А Такая За ней Следующая Идет Младшая Стащит Сумку Идет Идет Мимо Так же Я говорю И младшая Такая Же И младшая Не Здоровается Она Ничего Не Слышит Ты Че Со Мно Не Здороваешься А Здрасте Я говорю Мир Вам Дети Да Вот Он Смеется А сам Точно Такой Же Тоже Мир Вам Никто Не Скажет Все Кто Сидят Мир Вам Никто Не Скажет Все Вот Сейчас Уходят Они Эти Уходят Дети Подсказываю Немножко Кто Вы И Маме Неудобно Просто Я говорю Вы То ли Не Учите То ли Что Они Отворачиваются Ничего Сказать Не Могут Вот Он Свет Вот Соль Вся И Это Что От Родителей Зависит Да Я Больше Чем Уверен Что Родители Уже Миллион Рас Сказали Этим Детям Просто Нет Веры И Поэтому Никакого Света В них Нет Никакой Соли В них Нет Никакого Интереса Нет Они Ждут Своих Грехов А Дождутся Когда Этих Грехов Еще Не Факт Что Они Пойдут К Свету И Станут Светом Или Пойдут За Солью И Будут Этой Соль И И Спорчены Что Характерно Когда Маленькие Дико Было Когда В деревню Приезжаешь Все Здоров Деревенские Все Здоров Деревенские Все Здоров В городе Да Сейчас Не здороваются Тоже Поэтому Детки Здороваются Что Такое Есть Здороваются Я Дети Хожу По Двезде Они Сном Не Знают Выходят Здороваются Да Есть Детки Да У меня Здороваются Есть Ну Мало Таких Мало Что Там Говорить Но Я Очень Хотел Чтобы Наши Все Дети Сразу Осознали И Стали И Мир Вам Говорили Вы С Миром Принимаем Никогда Да Вот Приезжают Как К Себе Ни Мир Вам Ни Три Поклона Ничего Зашли Все Ну А Что Такое Мы Тут Живем Как Оно Так Это Ну Не Могу Я Сказать Что Родители Не Воспитывают Родители Это Сами Верующие Приветствуйте Друг Друга Целования Святых Тут Даже Слово Слово Даже Не И Причем Они Делают Такой Вид Что Они Супер Скромные Это Ложное Смирение Еще Это Гошмар Мне Дело Нужно Здороваться Это Приличный Господи Не Не Надо Это Такие Лица Делать Как будто Это Вы Одолжение Будете Делать Вы Наоборот Сами Сразу Субедите К Этому Здравию И Вам Господь Даст Веры И Вы Когда Узнаете Что Такое Вера Вам Так Стыдно Станет Вы Потом Батюшка А мы Специально Не Здоровались Мы Были Неверующие Я Была Неверующая Поэтому Не Понимала Дали Два Ступана А Еще Я Хочу Сказать Маму Девушкам Нашим Девушкам Я Хочу Сказать Что Вы Посеете В Этой Жизни То И Пожнете Поэтому Как Много Будет У вас Тереми Если Будете Так Пренебрегать Даже Мелочью Ну Конечно Я Понимаю Что Мы Неприятные Что Мы Старые Что Это С Нами Здороваться Это Конечно Это Вашем Понимании Жизнь Пролетает Вот Это Посеянное Потом Зайдет В Такие Сорняки Что Потом Их Трудно Будет Уже Как То Жать У Нас Поселились Мусульмане На Третьем Этаже И На Восьмом Этаже И Вот Если Они Меня Увидят Тем Становится Отойдет Здравствуйте И Пропускает Меня Чтобы Вы Идите Я Потом Приеду Я Говорю Ты Мне Не Помешаешь Нет Вы Может Торопитесь Маленький Мальчишка Вот Такой Может Ему Лет Может Восемь Ну Глосиком Просто И Две Девчонки Там Живут И Здороваются Прямо Здоровятся И Мама Выходит Их Нездоров Я Знаю На Мухаммеде Такое Уважение Сделали Вообще Непонятно У меня Насчет Приветствия Такая Мы Православные Грешные Супер Грешные Так Принято Говорить А Зачем Грешнику Здоровье Грешнику Болезнь Нужна И Правильно Что С нами Не Приветствия Здоровья Нам Не Желают Недостойны Мы Этого Транающей Плоте Перестает Грешить Ты Поболей Мир Мир Вам Это же Нездоровье Желают Я про Мир Вам Говорю Я не Про Здоровье Я Слово Здоровье Мир Вам Говорит Мир Вам Дети Не Говорят Вообще Я Не Слышал Что Вы Не Говорят Повторите Тогда Повторят А так Сами Что Они Говорят Христос Апостолам По Своем Воскресенье Воскресенье Причем Он Уже Проходил Сквозь Причем Оно Странно Действует Мы Были У Баптистов И стояли Рядом Ждали Когда Соберутся А мы Потом В конце Заходили Чтобы Показать Что Мы Не Врываемся Ничего Они Нас Принимали Все Нормально И Там Бабушка Идет Проходит Мир До Этого Проходит Молодежь Среднего Возраста Я Мир Вам Мир Они Все Кивают Головой Приветствуются А бабушка Такая Останавливается И сразу Мир А зачем Ты мне Мир Желаешь Я Хочу Быть Со Христом Со Христом Я Говорю Бабушка Христос Мир Сказал Апостолам Когда После Воскресенья Помните Они были Закрыты За дверями Она Ну да Да Было Это Ну ладно Ладно Такая Ладно Такая Кивала Головка Раз Убежала То есть Нас Еще Могут Там Поймать Даже Ловить Вот В чем Дело Она Наверное Думала Что Ты Мира Грешного Прелюбодейного Желаешь Потому что Христос Роклял Мир Грешный Прелюбодейный Стоит Мир Она Она Могла Просто Меня Даже Проверить Они Очень Начитанные Очень Ученые Я думаю Это она резко У женщин У них Вперед Реакция Потом Мышли Может быть И так Можно вопрос Вот ты Сказал Христос После воскресения Спой стены Проходил А вот такие Случаи Когда его Зары Хотели Свергнуть Вот Они Его Повели Это Представляете Толпа Людей Вся Синагога Собралась Может Там Сотня Человек Было И он Прошел Мимо И удалился Написано Между ними Как он Это Делал Ну Никак Не Никак Спой стены Просто У них Где Глаза Люди Ну К чему Эти Вопрос Все Вопрос Супер Духовный Мы Богослов Заходи В интернет И фокусы Фокусы Сатаны И там Ты все Увидишь Поехали Это Не Сатана Христов Она Про Христа Говорим Про Христа И Че 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 Ты Хочешь Что Ничего Ну Все Все Что Они Ушел Он Просто Ушел Потому Что Не Пришло Время Так Написано В Жития Святых Болгольных Тоже Гнали Со Святыми И Они Встали Руки Подняли И стали Молиться Их Приседовали И увидели Что Два Сухих Дерева Стоя Глаза Были Удержаны Понимаешь Как Христос В Поскресенье Шел И Они И Идут С Нем Разговаривать Но Глаза Их Были Удержаны То Они Не Узнавали Потому Что Он Так Захотел А То Что Он Сквозь Ни Как То Проходил Сквозь Стены По Воскресенье Тело Обновленное Было Не Прикасайся Ко Мне Я Еще Не Зашел К Надо Понимать Что Он Был Воплоти Истинный Человек Воплоти Делающий Чудеса И В том Числе Чудо Прохождения Среди Людей Как Это Чудо Зачем Тебе И Где Еще Чудес Мне Еще Мне Интересно Я Вопрос Задала Чтобы Не Собладиться Не Не Подскать Не Не Подумать Леночка Дальше Там Написано Он Прошел Да Прошел Потому Что Могли Его Взять Это Было Свыше Дано Было Это Не Его Время Это Не Его Время Да Ей Подгорел Вы Не Верите Все Равно Важно Она Спросила Конкретно Как Это Было Чего Вы Не Слушайте Чего Она Говорит Она Спрашивает Как Это Было Я Говорю Иди Эти Фокусы Вон Там В интернете Ищи Сатаны Это Христос Там Конкретно В толковании Сказано Все Ужить Скучать Говорить Еще Глаза Удержанные Людей Ослепли От Света Все Все Видят А Христа Не Видят Потому Что Он И Есть Свет Евангельский Вот Так Это Было Как Это Было Сколько Колбочек Этих Что Ли Считать Да Вот Тебе Сергей Сказал Глаза Удержанные Сколько Можно Это В другом Месте Это В толковании Написано В толковании Конкретно Написано На Это Место Писания Чтобы Были Удержанные У них Глаза Они Просто Становился Невидимым Да Не Невидимым Вы Что Там Не Говорится Не Говорится О том Что Он Невидимым Стал Для Них Невидимым Стал Вот Это Да Это Правильно Они По Верили Его Видели А Потом Стал Невидим Для Лука И Клёпа Точно Так Сергей Сказал Евангелие От Моцрея Катая Голова 16 Стив Тогда Светит Свет Ваш Пред Людьми Чтобы Они Видели Ваши Добрые Дела И Прославляли Отца Вашего Небесного Толкование Посему Когда Мы Делаем Доброе Дело То Должны Делать Его Не Для Своей Славы А Для Славы Божьей Ну Скажите А Богу Нравится Когда Его Хвалят Прославляют И Он Смой Та Зачем Я Что-то Выставлю В Интернете Мне Интересно Сколько Мне Лайков Поставят И Думаю Бог Наверное Так же Сколько Людей Прославляет Его Помните Книга Иова И Когда Сатана Подошел Он Иди Посмотри Что Делает Праведик Он Славит Тебя То Сатане Завидно Ему Тогда Сделаем То 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 Он Все равно Продолжал Славить Богу Это Угодно Даже В молитве Отче Наш Досветится Имя Твое Что Бог Славный Что Нет Он Бог Поэтому Мы Должны Своими Добрыми Делами Его Прославлять Не приписывая Себе Что Я Такой Герой Я Там Принесите Господу Жертвы Хвалы Он Как Отец Он Любит Чтобы Мы С Ним Общались И Благодарили И Хвалили Его За Его Дела К Нам Благодияния Да Что Мы Были Дети Благодарными Конечно Благодарный Ребенок Он Угоденный Родителям Благодарный Отцу Небесному Понятно А Неблагодарных Участь Гения Он Сегодня Не Поблагодарил Сегодня Не Поздоровался Завтра Еще И Пыхнул Пошло Поехать Еще Одновременно Господь Он Не то Что Он Любит Когда Мы Его Прославляем А Это Прославление Господа Это Уже Венец Вершина Вершина Праведной Жизни Человека И Господь Как праведный Судья Он Смотрит На сердце Человека И он Видя Что Человек Прославляет Его С Сердцем Которое Обращено К нему Ну Не будем Так Говорить Чистое Сердце Ну Пускай Чистое Он Видит Это И Он Человеку Воздаёт Нужные По заслугам Награды То есть Он Сразу Сразу Уже Судит Вот Чем Дело Мы Не Можем Это Сделать Наш Человек Может В глаза Прям Прославлять И Все Хвалить И Мы Только Из-за Того Что Наш Слух Это Ласкает Мы Можем Уже Репититом Праведные А у Господа Не Так Он Полностью Человека Видит Насквозь И Поэтому Когда Приходил Сатана Он Спрашивал Ты Понимаешь Что Он Праведник Ты Понимаешь Что Он Поэтому Тебе Хвалу И Поет Поэтому Такая Проверка И Подвергся Человек Не Просто В лице Иова Проверки Подвергся Каждый Человек А Иов Это Был Прообраз Иисуса Христа Который Вынес Еще Больше И Остался Праведником То есть Даже Когда Ты Прославляешь Господа Ты Должен Знать Что Господь Видит Тебя Насквозь И Как Говорят Бог Не Метит Он Все Видит Как Раз К Говорится Что Не Надо Обманывать Ты При Людях Улыбаешься Все За Глаза Строишь Козни И Ходишь Ноги Твои Стоят На Кровом Пути Что Еще Характерно Когда Сделаешь Человеку Доброе Дело Дети Сейчас Я вам Вопрос Дам И Человек Вам Говорит Спаси Христос Если Он Верующий Как Благодарю Тебя За Оказанное С Тобой Благодеяние А Что Отвечает Ему Слава Христу Либо Во Славу Божию И Вот Здесь Как раз Мы Читали Что Прославляется Добрыми Делами Наш Отец Небесный Ты Это Сделал Тебя Человек Поблагодарил А Ты Слава Не К себе Это Бог Не Положил На Сердце Помочь Тебе Благодарю И Сестра Поэтому Бога Благодарю Еще Там Ну Если Обращать К Сегодняшней Жизни То Сколько Раз Они Слышали Что Кто Кроме Нашей Общины Сговорил бы Спаси Христос Лего Слава Боже Да Спаси Христос Говорят Только Спасибо Все Спасибо Редко Кто Благодарю Скажет Это Очень Редко Даже Обычно Спасибо А у них Жизнь Реальная У них Реальнее Чем У нас Жизнь Потому Что Они Прям Школу Ходят Безбожникам Впасть Там Учителя Безбожные Дети Вокруг Безбожные Все Безбожные Продолжим Евангелие От Матфея 5 17 Не Думайте Что Я Пришел Нарушить Закон Или Пророков Не Нарушить Пришел Я Но Исполнить Толкование Так Как Он Намеревался Ввести Новые Законы То Чтобы Не Почли Его Противником Божиим Он В отвращении Такой Мысли Говорит Не Нарушить Пришел Я Но Исполнить Как же Он Исполнил Его Во-первых Он Исполнил Его Совершением Всего Сказанного О нем Пророками Посему Евангелист Часто Говорит Да Сбудется Реченно Тем Или Другим Пророкам Исайя 83 9 Он Исполнил Закон И в том Смысле Что Восполнил Его Ибо Он В полном Совершенстве Начертал То Чего Закон Представлял Одну Тень Закон Сказал Не Убий А Христос И Не Гневайся Напрасно Как раз Батюшка Сегодня На этом Акцент Ставил В чем Отличие Ветхого И Нового Завета Ветхий Был Где-то Водителем Ко Христу Без Не Убий Не Будет Не Гневайся Напрасно Все Это Взаим Связано Что То Из Ветхого Завета Конечно Ушло Как то Жертвоприношение В виде Животных Обрезания Это Все Не Нужно Это Противно Христу Потому Что Он Сами Жертвы Пасха Нам Христос Не Нужно Козлов Левня Заколать Заколать И вообще Надо Мыслить Уже Не По Ребят Не По Детски А По Взрослому Уже Это Детоводитель Голбурка Христу Детоводитель Пистун Пистун Привел Уже Нас К К Все Уже Почертили Я жду Когда У нас Начнут Подрастать Из коротких Юбок И штанишек Когда Они будут Садиться За стол Здесь Сидеть И задавать Вопросы Пока Что Не торопи Не торопи Не торопи Я все Думаю Огнечка Может Первая Будет Матфея 5.18 Ибо Истинно Говорю Вам Доколи Не Приедет Небо И Земля Ни Одна Йота Ни Одна Черта Не Приедет Из Закона Пока Не Исполнится Все Здесь Показывает Что Мир Преедет И Изменится Почему Говорит Что Пока Стоит Вселенная Не Преедет Ни Малейшая Буква Из Закона Закон Вот Этот Ветхи Он Будет До Тех Пор Пока Будет Весна Зима Лето Осень Все Это Закон Останется Сегодня Эти Заповеди Они Существуют Нудей Ни Украдения Прелюбодействия Все эти Законы Они Не Упразднены Но Возвышенный Христом И Это Тоже Нужно Понимать Как Кто Гневается На брата Уже Человек Убийца Попробуй Испомни Там Разгневался Там Раздосадовался Там Обидные Слово Сказалось Что Ни Теперь Убийца Да Тут Надо Смотреть В контексте Времени Что Такое Разгневался Да Есть У них Разгневался Это Было Так У них У всех Мечи Вот Эти Туареги Они Все Ходят С Мечами И Показывают Как Они Куют Сами Мечи Там Одна Пустыня И Они Где-то Сталь Там Находят У них Есть Люди Которые Находят Руду Выплавляют Ее Два Меха Таких У них Козьих И Он Вот Так Прям Этими Мехами Как Под Ногами Раздувает Пламя До 2000 Градусов Почти Доходит Пламя Сталь Плавится И Они В Несколько Слоев Куют Таких И Мечи По 70 80 Сантиметров И У них Это Национальное Оружие Они Все Ходят С Этими Мечами И Поэтому Он Немножко Огневался У него Меч Под рукой Это У нас Ничего Нет А Вот Допустим В Америке Он Огневался Парнишка Вот Сейчас Последний Смотрели Геймеры Знаете Геймеры Кто Такие Знаете Дети Знают Где Игроки Игроки В компьютер И у них Есть Свои Соревнования Они Собираются И у них Там Игра Идет Кто Допустим В гонке Еще Там Где То Лазание Всякое По Скалам И Вот Самой Пистолет Автоматический 25 Зарядный И Он Проиграл Ему Сколько Этому Парнишке 18 Что ли Лет И Он Решил Отомстить Этим Обидчикам Своим Которые Выиграны Встал И Давай Вот А там Полный Зал Восемь Человек Убил Девятый При Смерти Двенадцать Ранил Вот Это Огневался Называется А у Огневался Это Значит Что Ты Сказал Ну Надо же Смотреть Что Дневался Я Сколько Раз Говорил Вы Ребята Это Еще Не Видели Кто Гнивается На Меня Гниваюсь Вы Не Представляете Какой Кровкий Я Хуже Овцы Если Вы Были На Работе У Меня Так Вы Услышали Как Меня Называют Ну Че Ну Немножко На Кого Прикрикнул А Там Люди Тобьются До Ножами Друг Ду Вырежут Душат Там И Так Далее Вот Это Погневались Немножко Это Или Вот Допустим Это Скорая Помощь Нападение Мужику Челюсть Справляют Вправили Челюсть Ему Больно Вправил Врач Он Тут Со Стула Встает Как Дал Врачу Врач Сломанной Челюсть Санитарки Подбежали Одной Санитарки Другой Одна Ударилась Основание Черепа Умерло Вот это Огневался Мужик Я понимаю Это По ветхому Заветов Ого 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 Это В наше Время Все Происходит Это Рукой Это Рукой Да И Сказали В Америке В год Гибнет 115 Тысяч Человек От Огнестрельных Ранений Представляете А сколько Там у них Раненых Пораненых От этого Вот это Вот это Гнев Когда у тебя Что то есть Под рукой Тогда они Так и ходили У всех Кортики Ножи были И так далее Потому что Аж полиции Не было Ходили на дальнее Расстояние Пешком Да Больше контроля От Вот этому Вопросу Игорь Как-то говорит Мы всегда Ему Как бы Все Все Такие Штыки Потому что Восприятие Вот мужчин И женщин Совершенно Разные Вот этого Гнева Он Как бы Видит Что Вообще Там Ничего Там Не расцвело В голове Он Отарить Для него Это Он Воспаляется Это Ну это Хорошо Я вот С Аллой Общаюсь С ее Детьми Допустим И все Пойдем Раздадим И все И сидим Дома Поработаем На даче На даче Не Контактируем Вот С этим Злом Сильно Нет Ну Конечно Да Там Только Здрасте Там Свернословие Это Даже Как-то Так Это Принято Это Вода Воздух У меня Голова Разболелась От Того Что Сказали Я Вообще Это Думаю Еще Кого-то Мы Против Игоря Это Для Меня Это Было Это Думаю Да Это Вообще Но Если У меня Не Столько Нет Восприятия Такого Как У него Он Он Болезненно Воспринимает Нашу Недалекость Это Мягко Бывает Да Я Еще Мы Уже Разбираюсь Вопрос Я Запамятовал Может Кто Помнит Здесь Написано Не Гневайся Напрасно Вот Я Забыл Что Значит Напрасно То Не Напрасно Гневаться Все Таки Можно Гневайся Напрасно Что Слово Напрасно Ты На меня Напрасно Гонишь Говорят Ну Это Не правда Ну Это Не правда Нет Ну Надо Сейчас Определить На Что Человек Может Гневаться Ой Ну Хоть На Нет На Три На Три Основных Направления На Которые Гневаешься Во Первых В Зеркало Смотришь Кого Ты Видишь Так Вот На Кого Ты Должен В Первую Черь Гневаться Второе Второе На кого Мы Гневаемся Кто Враг Роза Человеческого Дьявол И Третье Когда Мы Перешагнули Порог Перекрестились Дома И Куда Мы Попадаем В Мир Грешное Прелюбодение Не Любите Мира Не Того Что В мире Это Все Правильный Гнев Он Не Напрасный Он Богу Угодный Он Дух Прелюбодеев Разгневался Проколол Ты Ты можешь Огневаться На грех Какой-нибудь Проходя Мимо Можешь Огневаться На себя Прям На себя Огневаться И пост Наложить Себе Потому что Ты Ну Что-то Не сделал Не так Или пошел На поводу Мира Всего Или И ты Огневался Да Мне Надо Посте Умереть Уже И все Или Ну И Тому Подобное Поплончики Поплончики Да Попольше И ты Больше Слово Божьего Начинаешь Читать Как же Так Ты попал В этот Просак Или Ты Посмеялся Вместе С кем-то Стоял И тебе Кто-то Анекдот Рассказал И матершины Как они Обычно Потихоньку Подходят Я тебе Сейчас Что-то Расскажу Начинается Сразу И раз Маты Начинаются А ты Стоишь Уши Развесил Слушаешь Ну Это Детям Особенно У них Там Сплошь Рядом И Хохочут Они Еще Нахохотались А что Такого Демон Подошел Нужно Огневаться На себя И После Этого Вообще Бросить Бросить Все Разговоры С этими Друзьями Как Вы Называете Вашими Ни Даже не знаете Что такое Друг Настоящий Вот Почитали бы Про Иоаннафана И Давида Тогда бы Узнали Кто такие Друзья Про девочки Разговоры Нет Вот Недавно Передача Там была Три девочки Значит Попали Под поезд Всех Троих Поезд Одним Махом Сбил Все Плачут Родители Все И начинают Выяснять Что это Самоубийство Было Выясняли Выясняли И потом Оказывается Разобрались Было Не самоубийство Это А Они Занимались Колдовством На детском уровне Брали В интернете Сайты Ну там Находили Где Рассказывали Там Эти Ведьмы Колдуны Как правильно Там Духов Вызывать И они Вызвали Духов И в Конечном Итоге Духи Туда и Направили Под этот Поезд Представляете Люди Как зомби Становятся Это Вот Дети 14-15 лет Ну как Дети Уже Уже Девушки Практически Ну как Вот Наши Девчата Такие Вот Чем Занимаются Мир Мир Сей Делать Нечего Уже Даже На этом Уровне Что С бесами Дружат Впрямую Не то Что Там С миром С миром Это Ладно Курить Доматериться Там Ничего Еще Не знают Не все О Боге Знают Я Тоже И родители Забросили Их Родители Сами Ничего Не знают В общежитии Мы в институте Тоже Вот Это Гадали Блюдечко Какое С этого Начинается Все Форточка Открылась Ветер Подул Такой Леденящий Как Оно Начало Кататься И матерки Такие Вот Правда Это Что Есть Да Нет Что Есть Вы С сатаной Связались Вам повезло Что живые Остались Что Я Вызывали Продолжаем Матфея 5 Даже Женихов Вызывали Итак Кто нарушит Одну из заповедей Сих Малейших И научит Так Людей Тот Малейшим Наречется В царстве Небесном А кто Сотворит И научит Тот Великим Наречется В царстве Небесном Толкование Малыми заповедями Называет Не заповеди Закона Но те Которые Он Сам Христос Намеревался Дать Малыми Называет Их По смирению Дабы И тебя Научить Невысокомудрствовать Лечение Малейшим Наречется В царстве Небесном То есть Тот Кто Сам Не исполняет Заповеди И Учит Других Не имея Дел В воскресенье Окажется Последним И будет Брошен В гиену Не думай Что он Войдет В царство Небесное Нет В царство Небесное Не войдет Тот Кто Учит Других Сам Презирая И попирая Заповеди Но По царствам Разумеет Здесь В воскресенье Наперед Сказал Сотворит А потом Уже Научит Ибо Кто Как Мне Ибо Как Мне Другого Вести По пути По которому Сам Не хаживал С другой Стороны Если я И творю А не учу Не буду Иметь Такой Награды Но заслужу Даже Наказание Если Не учу По зависти Или Поленности По зависти Да я его сейчас Научу А он меня Обойдет Умнее меня будет Научил На свою голову Да он спасется Они нас спасут Будет Такой Правиль Не По зависти Это как Не Знамо Как Ну Был у меня Такой Случай Когда я Учился На бриссировщика А моему Тренеру Говорит Вот ты Сейчас Его Научишь Зачем Ты Его Учишь А он Тебя Обойдет Так Ну И случилось А тот Говорит Да Что Я Учил Учил А вот По зависти То есть Уже Заранее Завидовали Мне Что Я Молчал Амбассировщик Был Дал Талант Ну Я Вот так Вот Я думаю Позавицы Они же Среди Учителей Тоже Завидовали Других Были Лже Учителя Апостолу Павлу Пришлось Оправдываться Перед Лже Учителями Чтобы Пасту На уши Развесила И Пошла За Ними Он Давай Оправдываться Я Более Всех Вас Потрудился Тоже Так Это Лукавы Человек Одержимые Они Как Могут Заранее Как Это Сам Такое Большое Лукавство Это Значит У них Одержимость Рассчитывают Что Я Делаю Добро Он Лучше Меня Сделает Это Вообще Ну Вот Так Написано Не Учат По Зависти И Ленности Ленности Еще Берешь Подмастерия Видишь Что У тебя Обходит Нет Учитель Никогда Не Обойдешь Это Лукавство Он Не Обвел Тебя Лукавый Его Обманул Что Он Будет Лучше Не Будет Меньше Написано Что Не Можете Ученик Вы 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 Сво Прыск Вот Вот Ребята Простите Там Не Точка Там Мысль Продолжается Там Мысль Продолжается Мне Тренер Мой Тоже Такие Слова Говорил Когда Я Уже Прям Подходил По Результатам Ученик Не Выше Учителя Я Говорю Ты Че Точку Поставил А Там Запятая Стоит Не Точка Но Усовершенствовавшись Стань Как Учитель Его Наравни Могут Раньше Один Учитель Был У него Подмастерие А сейчас При нашей Свободе Общения Изучения Столько Учителей Разные Знания Всевозможные Науки Ты можешь Черпать И черпать Ты Этого Можешь Выше Этого Ладно Он Сапожник Сапожника Научил Только У него Научился Единственное Свой Талант У него Аккуратность Завета Сам Брат Пример Привел И он К миру Обратил Здесь Разговор У нас Идет Духовный Здесь О Царстве Небесном Конкретно Сказано И все И как Можно Учитель Христос Учит Царство Небесном И теперь Апостолы Они Учат Тому Же Сам После Апостолов Постались Наши Пастыри Они Учат Тому Же Сам И если Ты Правильно У них Научился Что Правильно Они Передают Потому Что Христос Не Передает Передают Люди Но Впосредством Духа Святого Не забываем Это Но Однако Прям Конкретно Нам Это Передают Люди В уши Батюшка Игнать Тихонович Братья Читаем Мы Слово Божье Вот Здесь Вот Сидит Брат Читает И мы Это Слушаем Это Точные Слова Христа И мы Если Берем И И И И И Куда Мы Смотрим Смотрим На Примеры В Книгах На Примеры Братьев Наших Которые Нас Окружают И Мы Уже Видим Как Можно Достичь Сарства Небесного Допустим Похоронили Мы Сестру Нашу Похоронили Сегодня Помянули С легким Сердцем Радостные Все Дети Не видно Чтоб Там Были В такой Печали Что Носы Приросли К земле К могиле Правильно Почему Это все Влияет То что Она Так Построила Кончину Своей Жизни Она Уже Была Как Царство Небесное И Смерть Ее Была Это Просто Продолжение Того Что Ну Тело Отошло Мы Знаем Куда Дальше Что Будет Уже Все Встретимся Увидимся Ясно Что Ну Я Не думаю Что Не могу Даже Представить Что Господь Что Что Уготовил Не то Потому Что Она Делала Все Возможное Она И Благовествовала Сколько Можно Чат Своих Она На Занятия Приводила Когда Можно Было Ну Сильная Была Уже Немочная Понятно И С мужем Алкоголиком Боролась Да Еще Не Просто С Алкоголиком А Отступником Который Из Нашей Общины Увел Людей Это Надо Было Жить С Ним Продолжать С Таким Ахламоном Ну Конечно Это Все Давило На Нее Но Однако Сколько Она Продержалась Сколько Раз Вырастила Девчонка Какая Большая Одна Да И Другая Тоже Готовят Они Не Остались Просто Так Единственный Момент Теперь Осталось Только Нам Увидеть Плоды Которые Не только От нее Зависят Вот В чем Дело Она Просто Теперь Явилась Как Пример Как И апостолы А Христос Оставил Истинные Слова Свои И Вот Теперь Им Предстоит Это Почему Я хочу Чтобы Они На занятии Оставались Они Не понимают Еще Это Чудо И Может Даже Спасибо Потом Не скажут За то Что Оставляли Пример Своей Матери Обратили Свою Жизнь Путь Материнский Да Но То Что Ветеринар Там Будет Это Не Главное И Что На Пятерке Они Будут Учиться Это Тоже Не Главное Она Была Отличница А Главное Чтобы Вот Так Вот Серьезно Она Восприняла Веру И Пришла Кстати Меньше Всего Мы Думали Что Она Останется В общине До Это Была Не Наташа Как Настя Не С ними Это Была Не Помнишь Она Так Быстро Ушла Аленка Я Помню Три Вот Эти Была Девочка Четверо Ну Ее Копытом Лошадь Ударила После Этого Она Ушла Она В больнице Лежала Потом Не Пришла Катя 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 Вот Они Четверо Были И Меньше Всего Я Она Как Пятерочница Была Так Она На Пятерку Восприняла Царство Небесное В этой Жизни Ну И Я Думаю Что На Пятерку Она И Прошла Вот Мы Были Последний Раз Когда В больнице Снимали Там Последний Ролик Сергея Сергея До Такой Степени Рядом С ней Находиться Было Приятно Она Видно Что Ей Уже Было Больно И Тяжело Но Она Внутрь Себя Уже Впустила Христа Это Понятно Было Что Не Отступила До Конца Конечно Молодец Аллилуйя Только Не Сказать Господу Нашему Когда Я Читала Кафизм Я Читала Дни 15 Читаю Думаю А Потом Раз Как То Я Не Хочу Читать У Какой То Состояние Что А Зачем Читать Думаю Как Это Зачем То Надо А Я Потом Уже Себе Помолилась Господи Да Мне Больше Надо Я И Себя И Детей А Потом Ее Там Это До Такой Степени Легко Молиться Да Нет Вначале Как То Молилась Прямо Так Мне Плакать Хотелось А Потом Я Как Не Надо А Думаю Почему Не Надо Думаю Нет Стой Это Для Меня Теперь Надо Господи Я Для Себя Буду Читать Я Буду Ссекофизм Читаю Я Поняла Что Прошло Время И Она Спасена У меня Какое Состояние Было Такое Но Я Все Рано Читала Вчера Последний Раз Читала Все У меня Отношение К Всего 40 Матфея 5.2 Все Праведность Ваша Не Превзойдет Праведности Книжников И Фарисеев То Вы Не Войдете В Царство Небесное Под Правду Разумеет Всякую Добродетель Подобно Как В словах Иов же Был Истинен Праведен И Непорочен Иов 1.1 Итак Вострепещи Человек При мысли О том Сколько От Нас Требуется Затем Господь Научает Нас Как Нам Превзойти Книжников И Фарисеев И Исчисляет Добродетели Об этом Как Превзойти Книжников И Фарисеев Мы Продолжим На следующем Готовьтесь Готовьтесь От 5.21 Почитайте Дома 5.21 Достойно Батюшка 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 Б Likewise Господи, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи. Господи, как некогда Лукейк любит, ты сопутствовал в путешествии. Господи, сопутствует также и братьям нашим Сергею и Иоанну, отправляя на учебу, помоги, даруй разумение нужного для спасения души. И всем нашим учащимся, как сегодня молились, Господи, слава тебе за все, после ангела доброго мира, хранителя, слава тебе за все, отец и на святой дух. Аминь.